Всем привет! Сегодня у нас на ремонте Киа Апирус из клуба любителей Апирусов, город Ижевск. С предыдущим Апирусом мы уже познакомились на регулировке клапанов. Вместе с ним приехал следующий. Машина 2004 года с двигателем 3 литра. Здесь тоже стоит газовое оборудование, только пропан-бутан. Причина ремонта – дикий масложор и дымление двигателя. Он уже отходил свое. Салон кожи, рожи, все дела. Немножко, правда, уже уставшая кожа. Достаточно сильно отличается от предыдущего Апируса. У нас тут были танцы с бубном практически час. Машина простояла в холодном гараже примерно полторы-две недели до того, как мы взялись за нее. Разумеется, сел аккумулятор в ноль. С прикурки кое-как мы запустили двигатель. Коробка отказалась работать на холодную. То есть мы не смогли ни выехать, ни въехать. Затем у нас пропал холостой ход. Мотор начал глохнуть. После подгазовок, прогазовок и прогрева двигателя до рабочей температуры, старушка ожила, заработала коробка, появился холостой ход. В общем, бедняжка-старичок кое-как выехал на улицу. Итак, что мы видим? Мы видим V6, который предстоит разобрать. Две газовые рампы с форсунками. Все это здесь уже разбиралось, переклеивалось. На это наводят следы красного герметика, серого герметика, герметика белого, серого на клапанной крышке. В общем, тут слои, слои, слои. Ну, давайте посмотрим. На холодную в салоне присутствовала сильная вибрация. Сейчас более-менее. Субъективно работают все цилиндры, а на прогреве мотор трясло. Достаточно хорошо. Времени сделать фото-видео съемку не было. Поэтому это все с моих слов. Ну что ж, мотор работает. Есть холостой. Давайте посмотрим. Спорт режим. Пора обратиться к рулямбе, специалисту по перешивке рулей. Старичок работает хорошо. Погрелся, согрелся. Косточки-шатунчики отошли. Немножко трясет. Но, тем не менее, работает хорошо. Относительно, конечно, если днижор масла. Клипсы куда-то уже давно пропали. За давностью лет. Под ними скрывается газовый мозг. Да. Дыма полно. На холодную было еще больше. Пованивает. В общем, клиент жалуется на то, что жрет масло литрами. Мотор нужно разбирать. Пробег 242 тысячи вызывает лишь улыбку. Понятно, что он, скорее всего, не родной, судя по состоянию салона. Поэтому на него мы больше внимания обращать здесь не будем. У меня на машине 2004 года и то пробег уже к 300 пришел. Признаться, удивительно видеть, что дроссель механический. Но трос газа идет не к дросселю, а идет вот сюда. Понажимаю еще. Машину вывесили на подъемнике. Кузов, конечно, оставляет желать лучшего. Ни о каких двухста тысячах здесь и речи быть не может. Двигатель снят. Коробка тоже. Съем производился вместе с подрамником. Собственно, вот что осталось на данный момент. На трубке Гура видим вот такой шланг. То ли это какой-то колхоз, то ли это вставил завод. Но, судя по хомутам маяк, это явно не завод. Трубка старая, резиновая. Разборку двигателя начинаем с демонтажа навесных частей. Здесь ролик все заклинило. Сняли декоративные крышки. Отовсюду дрищет масло. Мотор замасленный. Сальники все течет. Пробега здесь, наверное, не менее полумиллиона километров. Судя по состоянию подвески, кузова и всех узлов. Мотор уже разбирался. Его делали. Двигатель весь зарос грязью. Коллектора с катализаторами, которых давно уже нет. Чугунные с прокладкой. Не знаю, насколько сюда получится что-то вварить. Клиент просит пламя-гасителя, хотя шума от выхлопа нет совсем. Когда пробивают провода и пробивают свечи. Вот можно так сделать. Считают в Ижевске. Наплавить на свечу изоляцию. Ну а когда лень менять свечи комплектом. Потому что для дальней головки нужно скидывать ресивер. Можно поменять три свечи. А дальние свечи не трогать вообще. Здесь стояли свечи. Даже не видно какие-то вин. Здесь какой-то торч. По большому счету двигатель имеет митсубиси корни. Что хорошо видно по шкивам. По системе натяжителя. Вот он стоит. Помпа здесь ставилась новая. Метка коленвала. Прорусь относительно приливчика на масляном насосе. Переходим к головкам. Метки вот здесь. Вот они на шкивах. Относительно приливов на клапанной крышке. Раз. И два. Снята водяная помпа. Классика жанра. Прокладки на герметике. Все из возюкано. Вот здесь тоже все прокладки. Вместо того, чтобы поставить новые. Намазали герметиком. Головка. С гидрокомпенсаторами. Все в грязи. Пробег громадный. Болты открутились очень легко. Одна башка ушла. Металлическая прокладка стоит. Цилиндры лысые. Хона. Только следы. Жареной картошкой воняет. Прям вообще фритюр такой конкретный. Тоже прокладка почти глухая. Давайте сюда еще штуцеров наставим. Ай да, убирай. Чугунный блок. Задиров нет. А это что за гадость? Вот датчик детонации. А чтобы слышал оба блока. Ну я их так называю. Здесь блок и там блок. По три цилиндра. Соединяются пластины чугунной. И в середине стоит датчик детонации. Сняли вторую клапанную крышку. Тоже все грязное. Желтое. Картина та же самая. Когда-то здесь был хон. Но сейчас его нет. Сняли поддон. Маслозаборник очень сильно напоминает мотор серии Гамма 1.6. Но шатуны огромные. Два шатуна разделены шейкой. Противовесом. Предыдущими ремонтниками был сломан датчик положения коленвала. Они взяли болт с большой шайбой и уголок прикрепили. Также мы обнаружили на шкиве коленвала сломана шайба дистанционная. Датчик терся у края реперного диска. В общем, сборка просто халтура. Снята крышка с подшипниками коленвала. Вот мы видим сейчас шатуны. Вкладыши. Порядком здесь ходила грязь. Мотор собирался с грязью. Вкладыши сильно изношены. Блок почистили. Форсунок в коренных опорах здесь нет. Зато есть писюльки на шатунах. Блок достаточно компактен. Чугунный. Уже начал корродировать. Под краской все это убрали. Ну что ж. Плоскость подголовки нужно отфрезеровать. Как видите в цилиндрах задиров нет. Хона тоже нет. Банальный износ. Но это ИВ-6. И сколько он прошел никому неизвестно. У меня есть запчасти. У меня есть поршни, у меня есть кольца, у меня есть прокладки, у меня есть то и сё. Есть вкладыши стандартные, зачем-то купленные. При том, что коленвал вообще неизвестно в каком состоянии. А пробег на автомобиле космический. Зачем это все покупать заранее? Мотор пока не разобран. Вообще ничего не надо брать. Лишняя трата денег. Вы думаете сэкономите на время? Нет, вы на время не сэкономите. Абсолютно. Поршни, ведерные, уазик. Есть писюн на шатуне. Брызгает на поршень. Видите, все вымыто. Черного нагара нет. Диких задиров нет. Даже этой писюльки вполне вот такой малюсенькой хватает. При том, что она писает не постоянно, а лишь когда совмещается с отверстием в коленвале. И даже этого вполне ему достаточно. Посмотрите. Если бы не грязь, может быть он бы еще и ходил. У меня, говорит, есть поршни 0.5. Тейкин. Мы посмотрели. О, красивые поршни. Все, быстро расточим блок. Замечательно. Порадовались мы. Я, говорит, купил заранее. 7400 стоит комплект поршней. 3000 стоят кольца отдельно. Хорошо. Разобрали мотор. Достали поршни. Начали смотреть. На лужу не подходит вообще. Что, мы турбину что ли ставим? Хорошо. Берем палец. Состыковываем по старому поршню. 2 миллиметра не доход. При том, что здесь плоский поршень, а здесь еще и лужа. Ну, турбину и 2 бара сюда дуть. Вообще, самое то будет. Вот, имейте в виду, те, кто будет турбировать этот мотор. Отличный вариант. Ба! Но нам-то это не подходит. У нас атмосфера, да еще с пропаном. Как так? Смотрим на коробку. Ну, конечно. Поршни от Mitsubishi 6G72. Конечно, они сюда не подойдут, потому что корейцы у Mitsubishi в прямую моторы не копируют. А для таких вот умников они как раз и делают вот такие приколы, чтобы не вставало. Смотрите, 2 миллиметра разница. Вот. Все. Были поршни за 7400 и нету. Нет поршней и нет 7400. Отлично. Померили толщину ремонтных колец. Это автовельт. Кольца соответствуют. А поршни нам не подходят. Кольца можно оставить. Ведерные поршни огромные. Вот это ресурсный мотор. Вот этот мотор пройдет очень-очень много. Что он и показал. 15 лет автомобилю. Смотрите, какое состояние шатунных вкладышей. И он ездил, работал. Даже вот с этим. Вот коренные вкладыши. Вот что нам привезли. Донг-сунг. Металл будет. Донг-сунг. Стандартные вкладыши. Колено позже проверим. Ну и разбирая запчасти клиента, обнаружим вот такую коробочку. Ролик натяжителя. А внутри во. Зачем это нам привезли с ЖЭСКО? Я не знаю. А вот шейку под задний сальник придется напылять и восстанавливать. Здесь глубокий износ. А замена заднего сальника на этом автомобиле сопряжена со снятием автомата. Это очень большая проблема. Смотрите, насколько она глубока. Смотрим зубья шестерен под ремнем. Износа здесь огромного нет, как на Санта-Фе из Москвы. Такая интересная конструкция шкива под датчик положения распредвала. Зато клиент привез новый масляный насос и он подходит. Вот этот дефект уже был. Увидели при разборке. Сальник поврежден и отсюда была течь. Приступаю к разборке, дефектовке головки с длинными носками распредвалов. Разбирая головку ближнюю к радиатору, снял крышки распредвалов. Состояние постели идеальное, что очень удивило. Роликовые толкатели, гидрокомпенсаторы. Все по фэншую здесь. Шейки валов тоже в прекрасном состоянии. Вал чугунный. Система, как на ВАЗовском 16-клапаннике. Сзади стоят заглушки. Сальники уже мертвые от времени и дикого пробега. Показываю крышки распредвалов. Все в прекрасном состоянии здесь. Небольшое замечание. Маркировка идет наоборот. Не как мы привыкли к шкиву ГРМ, а идет к задней части. То есть вот здесь Е2, Е3, Е4. Е1, Е2, Е3. Соответственно, впуск-выпуск. Проверить гидрокомпенсаторы невозможно. Прецизионные поверхности внутри изнашиваются от времени попадания грязи. Поэтому я рекомендую заменить все гидротолкатели на новые. Пробег немаленький. Будет обидно, если после ремонта эти гидрокомпенсаторы потом будут стучать. Промывать их можно сколько угодно. Но от этого износа на трущихся поверхностях меньше не станет. Разобрали старый насос. Просто ради интереса посмотреть, что внутри. Ничего особо интересного внутри нет. Две шестеренки. Износ в принципе есть. Вкрапление грязи тоже есть. Разобрал одну головку. Первую, ближнюю к радиатору. Все подписали. Все по порядку. Что интересно, направление крышек у второй головки в противоположную сторону. Чуть было, как говорится, не попались. Но тем не менее на головку нанесены стрелки, которым должны соответствовать крышки. Сняты мы сосъемные клопачки. Они порядком дубовые. Клапана диаметром стержня 6,5 мм. Все разложено. Одна головка готова. Глюфт в направляющих очень небольшой. На выпуске клапана плотно сидят. С небольшим тепловым зазором. Здесь все хорошо. Все это чистить, мыть, фрезеровать плоскостью. Приступаю к разбору второй головки, ближней к лобовому стеклу. Откручиваю постель и оцениваю состояние. Постель здесь в отличном состоянии. Вообще все шикарно. Как будто только вчера собрали. Все как новое. Есть один нюанс. Рокера уже устали. Вот в местах, где давят на торцы клапанов, они все крошатся. Вот они. Все уже металл выкрашивается. А сами клапана, на них выработана лунка торцем клапана. На клапанах лунки из носа. На той головке тоже самое. Вот крупным планом торец клапана. Металл уже крошится, он устал. Можно, конечно, восстановить клапана, прошлифовать торцы, восстановить фаски. Но есть такое понятие, как усталость металла. И если через месяц или полгода оторвет шляпку клапана, от старости, просто от старости, весь ремонт на смарку. 24 клапана под замену, 24 рокера под замену, 24 гидротолкателя под замену. Разобрал головку. Судя по цвету, здесь неоднократно делали раскоксовки. Сдирали этот лак, нагары. В общем, мотор бывалый. Колпачки кое-как отодрал со своих посадочных мест. Клапана все равно менять. Фаски седел хорошие, седла не просевшие. Просто ради интереса решили посмотреть историю 15-летнего автомобиля. Шесть владельцев. Одно ДТП. Напоминаю, ДТП регистрируется с 2015 года. 2015 года оно и было зарегистрировано. Повреждения стекол, фар, указатели поворота стоп-сигналов, стеклянных элементов, царапины, сколы, потертости, вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы, другие повреждения с изменением геометрии элементов, ТС, повреждения различного характера. Техосмотр данный автомобиль не проходит. ОСАГО у него нет. Было 14 ограничений. Реестр залогов, судебных решений, судебных решений не было. Каршеринги не светилось. Такси тоже. Ну, бывалый. Приступая к сборке двигателя Апирус, были заказаны оригинальные заводские поршни ремонтного размера 0,5. Под них расточенный отхонингован блок. Подобраны ремонтные вкладыши 0,25. Перешлифован, отполирован коленвал. Его я покажу позже. Также там выполнялось ремонтное напыление шейки под задний сальник. Вот такие огромные пальцы. Корни и шатуны все перешлифовано 0,25. Вот, собственно, блок готов. Ну и просто для сравнения, современный двигатель G4, она. Вот с таким поршенечком небольшим. И вот такое ведро. Все это родом от Mitsubishi, по сути. Надежный мотор, чугунный, с огромным ресурсом. Вот шатун для сравнения. И к чему они докатились в нынешние времена. Собрана поршневая группа, установлены кольца. Кольца Автовильд. Что мне в этом комплекте очень сильно понравилось. Оба компрессионных кольца хромированы. И первое, и второе. Третье наборное. Цилиндры расточены в ремонтный размер. Сделана плата хонингования, фрезерование плоскостей под прокладки. Посадил в блок шатуны с поршнями. Коленвал перешлифованный. Заднюю шейку восстановили напылением. Канавку удалось убрать только когда сошлифовали 0,25 мм с диаметра. Это достаточно много для сальника. Тем более, это В6. И заниматься здесь повторным ремонтом или заменой сальников у меня никакого желания нет. Поэтому восстановили номинальный диаметр шейки напылением. Установлен держатель заднего сальника. Плита-отсекатель. Масляный насос. Маслоприемник. Старый натяжитель я пока поставил временно. До той поры, пока герметик не схватится. Закрываю поддон. Вот все детали отмываем таким образом. Убираем остатки старого герметика. Перехожу к сборке головок. Они были почищены, помыты, фрезерованы по плоскостям и подготовлены на сборку. Как я уже говорил ранее, мы забраковали клапана, толкатели. Вот клиент пытается сэкономить. Но оно и понятно. Финансы дело такое, тем более в регионах. Это вопрос сложный. Поэтому винить его в этом я никак не могу. Оригинальные клапаны, комплект порядка 16 тысяч. Он нашел в Москве комплект клапанов вот такой фирмы, некий Шинхан. За 5100 рублей ему отправили эти клапаны из Москвы транспортной компании на наш адрес. На вид вполне нормальные. Выпускной клапан не магнитится по тарелке, поэтому оставляем. Толпачки новенькие. Сэкономим мы также и на гидрокомпенсаторах. Завод выходит дороговато. Поставим QML. Я уже показывал. Толкатели изношены, начали крошиться. Комплект толкателей Автовельд. Все 24 штуки здесь. На вид вполне себе неплохи. разложил гидрокомпенсаторы, новые толкатели и вот обратил внимание. Раньше я всегда считал, что на роликовых толкателях в принципе не бывает выкрашивания распредвала. Однако вот здесь есть начало процесса. Металл уже устал, пробег огромный. Видите, немножко пошел кулачок тоже начинает крошиться. Ну и таким следом это еще сотни тысяч километров могут пройти и даже больше. Тем более на роликовом толкателе. Одна головка собрана, перехожу к следующей. Собрана вторая головка. Две прокладки оригинал. Грязище в ванне просто ужасное после форсунок. Не думаю, что их когда-либо кто-то мыл. И хорошо бы, если они после этого будут работать, если они сильно изношены. Блок собран. Приступаем к сборке головок. Привез клиент какие-то прокладки. Производитель Дон Джан что-то там хрен пойми че. Толком не сидят. Топорщица вот здесь вот. Не знаю. комплект болтов на клапанную крышку. Невозможно заказать. А нужны нам вот эти резиновые уплотнители, которые совершенно рассохлись в старых болтиках. Поэтому вот этот комплект 22 штуки оригинальных болтов с другого двигателя пришлось заказать только из-за съемных шайб. Вот они. Отдельно их невозможно купить. Комплект обошелся 5400 рублей 22 болта. Вот такие чудеса на виражах. Сейчас старые болты помоем и переставим туда вот эти шайбы уплотнительные. Здесь у меня специальная коробка на стеллаже для старого хламья. 5400 из-за шайб. Вот из-за этих вот. Итак, машина была собрана. Притащили машину к диагностам. Вот просто для понимания состояния автомобиля. Что здесь проводкой. Вот это что это какие-то мотни валяются. Никуда не приходят. Какие-то конденсаторы релюхи. Вот этот пропад. Все остальное. Так, что это продувки попробую? Попробуй. Зафиг петь. Да, да. Вот сейчас просралась более-менее. Я могу ливануть. Давай, попробуй. Да, погоди. Дайте, куда. Где безопасная сторона? Тебе надо лить только не в дроссель. Я вот и думаю из-за этого. Вдолить-то. Крывать не буду. Главное валить. Ох ты. О-о-о-о. Странно датчиком. У вас по очереди очередь. А? Очередь у вас. А вот это высокий уровень. До старого датчика не осталось киринального? Осталось. Ушко сломанное. А зачем он нужен? Может, что-то с этим? Так, если бы он неправильно давал, мы бы видели же. У нас же совпадает с тем, что надо. Это единственное сопротивление, замедление работы двигателя происходит в этом месте. А так-то у нас оба датчика замедления показывают. Ну, когда сопротивление. Фазы проверили. Сейчас проверяем искру подавления в цилиндре. В этом цилиндре попадает. Все нормально. Ага. Искра вовремя. Фазы нормальные. Все путем. Ну, и датчик здесь этого распредвала заодно увольнул. После многих дней мучений с этой машиной двигатель удалось запустить. Вот в таком состоянии здесь находится проводка. Изоляция ломается, трескается. Каратят форсунки. Каратит дроссель. Машина просто хр... Вот два запуска двигателя. Вот это у нас вылилось с рейки. Я не знаю, что живого в этой машине есть. Вот трубка. Да, ее не поменяли при замене рейки. Который занимался заменой рейки, это не сделал. Одну трубку поменяли, а эту нет. И была она дырявая до замены рейки, или она была целая, и эта дырка появилась после снятия двигателя, мне неизвестно. заменили трубку купила симпиритовскую. Слов уже нет. Вторая трубка тоже потекла. Решили проблему. Теперь следующая опять тоже самое. У нас ушел весь день на пуск наладочные мелкие доводочные работы. Я сейчас не хочу никого ругать, обвинять в состоянии машины или что-то еще. Будут раздаваться крики, что вы взяли, сделайте. Мы взялись, сделали, нашли картыши, массу картышей. Выезжая с бокса задним ходом, коробка отказалась ехать вперед. Оказывается, здесь еще проблема с селектором есть. То есть, надо вот так вот нажать, чтобы появился режим драйв. А если вот нейтраль, вот так вот режима драйва нет. Вот видите, надо вот так вот. Тогда селектор соленоид концевичок срабатывает и коробка начинает ехать вперед. Когда я позвонил клиенту, сказал про это, первое, что я услышал, я же до вас доехал, машина же заехала на подъемник. Все правильно, машина до вас доехала, коробка работала. А то, что проводка вся разваливается, машина рассыпается, это уже мелочи, она же ездила, она же ехала. Все, мотор работает, с тем, что она глохла, мы разобрались, коротеж был по проводке, идущей к дроссельному узлу. Вот в этом месте коротила, провода перемыкали между собой по разъему, проблема была еще и здесь. Кроме многих других мелких проблем. Мотор пускается с полпени. На этом все, хватит. Переткнули контакт, вот приехал владелец автомобиля и лампочка генератора перестала тлеть. Вот так закончилась история первого V6 на нашем видеоканале на YouTube. Дальше будет еще один Апирус, но это будет совсем другая история. Спасибо за просмотр, до свидания. Время и тканье. Продолжение следует...